В Омской области должны появиться как минимум 10 промышленных кластеров. Перспективами региональной промышленности поделился временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Хаценко. Он отметил, задача стоит амбициозная. Работы для объединения предприятий в группы и цепочке предстоит много, а закончить ее нужно в сжатые сроки. Проекты должны быть реализованы до конца 2024 года. К этому же времени на территории области появятся индустриальные парки и промышленные технопарки. База для одного из них уже найдена. Сегодня работаем в рамках поручения Антурова Дениса Владимировича, председателя, представителя, правительства, министра промышленности и торговли. И планируем вот такой один из первых объектов на базе компонта «СМАШа», не используя помещения, территории, создавать индустриальные парки. Приложить порядок помещения, площади и приглашать туда промышленных резидентов. Вот в основном компонентах, производителей компонентов из других регионов, для кого базового заказчика объявляется в нашем «Омск-ТрансМАШа», предлагают локализовывать свой производственный территорий парка. Оценить пользу этой идеи нетрудно, даже если не углубляться в экономические детали. Объединение усилий и производственных мощностей позволит привлечь федеральное финансирование. Деньги пойдут на модернизацию линий «Омск-ТрансМАШа» и реконструкцию цехов. Дальше больше. Новые предприятия, зашедшие в Омск и их филиалы, это новые рабочие места. Сокращение издержек при выпуске продукции и ускорение этого выпуска. О том, как еще можно придать импульс омской экономике, на специальной практической сессии рассуждали представители 140 предприятий и финансовых организаций, а также общественники. Промышленные кластеры, индустриальные парки, промышленные технопарки являются ключевым вспомогательным инструментом для реализации инвестиционных проектов. В первую очередь. И когда мы говорим про привлечение инвестиций в регион, это как раз инвестор смотрит, есть ли в регионе такие площадки, где можно снизить издержки за счет реализации проекта в рамках подготовленных инфраструктурно и с различными мерами поддержки площадок. Еще перед этой встречей Ассоциация кластеров и технопарков провела исследование, чтобы выяснить, как умеют взаимодействовать друг с другом омские промышленники. Потенциал, ответил Михаил Лабудин, у области в этом плане большой. Но его еще нужно укреплять и правильно реализовать, чтобы инвесторы сами захотели вкладываться в регион. Продолжение следует...